Завершились все четверофинальные матчи молодежного чемпионата мира. Рассматриваем результаты и пары полуфиналистов. Финляндия выбила Германию, даже в соперника в третьем периоде 5-2. Соми выиграли все 8 очных игр в истории. Последняя же встреча этих сборных прошла полтора года назад. В составе победителей дубль записал Ярвентие из Атавы. У него 4 очка, а в составе проигравших дубль у игрока Айсберина Росми. Замечу, что из 7 шайб 6 заброшены в большинстве. Кто станет соперником финнов, разберем в конце. Шведца с разницей в шайбу обыграла Латвию 2-1. Шведы выиграли последний матч в группе, следовательно у них 2 победы подряд. Связка Россен-Андрая забивали вместе в игре против Австрии, когда те уступили 0-6. Скандинавы с 2008 года выиграли все 4 игры в истории противостояний. Канада прошла Швейцарию 6-3, забросив 4 шайбы в первом периоде. Канадцы увеличили победный отрезок до 7 матчей к ряду. Кленовые листья также имеют историческое превосходство над своим соперником, так как выиграли 15-й раз подряд. Логан Станковин забросил дубль. У него 3 шайбы на турнире. Его панет Атилио Бяско благодаря дублю имеет 4 шайбы, но его команда вылетела. А вот следующий матч удивил. США проиграли Чехии 2-4 и сложили себя полномочия сильнейшей молодежной сборной. После 10 очных побед подряд американцы уступили Чехам, которые в последний раз выигрывали в далеком 2011 году. В составе команд были игроки, получившие по 15 минут штрафа. У проигравших 5-й шайбы отметился Мазур, а героем встречи стал Иржи Кулик. На его счету 2 передачи и гол. Канадец Мак Тавиш имеет 14 очков по системе гол плюс пас. На его счету 7 шайб. А вот на первое место среди ассистентов вышел Фин Кэмэл, отдавший 8 передач. Выпуск по-прежнему выходит исключительно при вашей поддержке через Юмани и Донэшн Аллерс. Благодарю. Итак, мы имеем 4-х участников 1-2 финала. Финны прошли Германию. Канадцы обыграли Швейцарию. Швеция была лучше Латвии, а Чехия выбила действующих чемпионов США. Ждем санкций. Чтобы определить пару 1-2 финала, возьмем рейтинг группового этапа. Канадцы закончили с лучшими показателями. У шведов 3-е место, у Финляндии 4-е, у Чехов 7-е место. В общем, канадцы сразятся с худшей сборной из этой четверки Чехией, а Финляндия ждет Швецию. Наверное, вы уже догадались, кто сыграет в финале. Поделитесь мнением. Спасибо за поддержку и до встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok